Всем привет, мои дорогие! Очень рада вас видеть на своём канале. И сегодня у нас такая будет очень интересная тема, которая возникает очень много споров. И я думаю, такая будет у неё горячая тема, поэтому обязательно пишите ваше мнение, что чем больше у женщин и мужчин, тем лучше. Давайте сегодня разбираться. Ох, тема горячая, поэтому сразу же напишите, что вы думаете, действительно ли правильный заголовок, так и должно быть, или это всё плохо. Сегодня мы с этим разберёмся. А я сегодня, друзья, купила вот такие прекрасные цветы, причём чисто случайно. У бабушки такие вот садовые, которые растут в огородах, прекрасные астры. Мне кажется, они такие очень яркие, красивые, поэтому я сегодня вам решила их показать. Так вот, друзья мои, как вы думаете, действительно ли, что чем больше у женщин и мужчин, тем лучше? Но сразу скажу я вам, здесь речь не идёт о половых контактах. И речь не идёт, что женщина должна со всеми мужчинами спать. Нет, мы говорим не про это. Мы с вами говорим про то, что женщина должна общаться с мужчинами. Вот это действительно очень важно. Здесь мы как раз не говорим, что женщина должна с каждым, с каждым мужчиной переспать. Нет, мы будем говорить про то, что женщина должна общаться с мужчинами, особенно когда она ищет себе мужчину. И самая частая ошибка многих женщин, кстати, напишите женщины, права ли я, что вот когда вы в поиске, да, ну то есть без партнёра, и вы хотите вступить в отношения, мы женщин ищем обычно по такому как бы способу, что вот понравился, понравился, не понравился, не понравился. И когда я многим женщинам говорю, своим пациенткам, я говорю, ну подождите, у вас же, вы разберитесь, а может, действительно ли вам этот мужчина подходит, или может быть нет. И иногда Ольга Викторовна меня к нему тянет, у нас вот такая сексуальная энергия, он такой классный мужчина, он просто, у меня волосы дыбом становятся, он просто офигенный. А я говорю, а другой, который за вами ухаживает, а этот мужчина, он такой, ну вообще, он мне вообще не нравится. И когда? В результате что получается? То есть, да, возникает какая-то сексуальная энергия, но не разобравшись с этой энергией, вы вступаете резко в отношения, и потом открываются разные-разные подводные камни. А мужчина, который сразу вам вроде бы как не понравился, что, ой, да он вот такой, и вот такой, и вообще он мне не очень сильно нравится, то в результате оказывается, что вот этот мужчина действительно вам и подходил. И как потом вы говорите, да, он меня вот ждал, и, соответственно, очень быстро я с ним, соответственно, сразу не стала, мы с ним встречались, гуляли, дружили, а вот потом уже мы с ним вступили в отношения, и я знала все его подводные камни. Вот этот вопрос действительно всегда должен на себя обращать внимание, что не нужно сразу вступать в отношения, сразу же, да. И женщины почему-то, когда находятся без мужчины, они себя чувствуют очень одиноко. Очень редко, когда женщина действительно делает какой-то перерыв в отношениях, или ей действительно, ей комфортно с собой, да, то есть не то, что вот у меня нет мужчин, это значит, что мне надо вот прямо сейчас идти и искать мужчину, соответственно, для отношений. И вот это самая частая ошибка, почему вы, опять же, натыкаетесь на таких мужчин, которых к себе притягиваете, и потом, конечно, жалуетесь, что, ой, вот опять то же самое, а зачем мне это нужно, и так далее. Вот, соответственно, что я хочу вам сказать? Вы должны общаться с разными мужчинами. И вообще, как говорят многие мировые психологи, мы не говорим про то, что женщина должна спать. Современное общество диктует нам какие-то непонятные вот эти установки, что если женщина пошла с мужчиной попить кофе, это значит, что всё, они любовники. Вот у них гостиница, вот они тут спят, а тут пьют кофе. Нет, дорогие друзья, всё-таки мы цивилизованные люди, и, конечно, женщине нужно общение, в том числе мужское. Во-первых, и мужчине, да, то есть мы говорим о самооценке, не то, что вы никому не нужны. Всё, меня бросил муж, я никому не нужна. Всё, я всё, мне только вот брать и умирать. Нет, дорогие друзья, это совершенно неправильно. То есть, а если у вас есть друзья, мужчины, с которыми вы общаетесь, соответственно, они всегда вас поддерживают, ваша самооценка всегда будет увеличиваться. Это действительно очень круто. То есть не надо вот ставить на себе какой-то крест, что всё, я... И, соответственно, давайте уходить от предрассудков, что общайтесь с мужчинами, общайтесь с разными мужчинами, никто не заставляет идти с ними спать или строить какие-то отношения. Я вам говорю про то, что вам нужно просто общаться. Общаться, делиться каким-то своим мнением, обсуждать разные ситуации, разные вопросы. Почему, когда я для вас снимаю какое-то видео, я всегда у своих знакомых спрашиваю, как они думают по этому поводу, по этому поводу именно мужское мнение, мне всегда интересно. Почему я и вас всегда прошу написать мне, что вы думаете по этому поводу или наоборот по этому поводу. Поэтому действительно женщине нужно общение, и мужчине тоже. И именно мы не говорим, опять же, про секс. Это должно быть просто общение, что вы пошли, поделились какими-то проблемами. Не всегда именно мужчины помогают, женщина, мужчина мужчине даст какое-то там правильное решение. Очень часто, если мужчина даже пообщается там с подругой своей жены, она ему даст больше рекомендаций каких-то там в том же скандале, в тех же разрешении каком-то спорах, чем всё-таки его друг. Поэтому всё, мы должны с вами общаться, безусловно. И после этого, конечно, самооценка будет повышена и у мужчин, и у женщин. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно напишите мне своё мнение. Оно мне крайне важно. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Пока-пока!